Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. «Сердечно всех вас, возлюбленные во Христе, я поздравляю с наступившим Рождеством Христовым. Сейчас длятся святки, период от Рождества до Крещения. Традиционно в это время христиане прославляют, поют славу воплотившемуся Богу, родившемуся Богу. В нашей передаче мы тоже постараемся сегодня поговорить о тайне Боговоплощения, прославить таким образом родившегося в мир Христа. Мы поговорим в течение нескольких передач об этой тайне, тайне Теофании, тайне Бога явления, о том, как Господь выходит из вечности в мир. Сегодня в нашей передаче гость, протеерей Дионисий Кузнецов, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Умиления. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Отец Дионисий! Ну так вот, для того, чтобы подойти к этому разговору, может быть, несколько издалека, из более простых вопросов. Вот мы, вся европейская культура живет и датирует свое время, да, от, в 2016 годом, от Рождества Христова. Мы празднуем очень четко 7 января этот праздник. Однако встает вопрос, откуда о дате Рождества Христова известно? В Евангелии вроде бы мы этого не находим. Каким образом православная церковь пришла к тому, что вот так датировать события рождения Христа в мир? — Здесь есть несколько моментов. Во-первых, вы справедливо сказали о том, что конкретные даты не названы. С другой стороны, есть источники, как в самом Священном Писании, непрямые, но они есть. Это время правителей. Так в древности было принято. Не было какого-то, допустим, единого календаря для всех людей в древности. И каждая страна, каждый народ датировали по-своему. Либо это был земледельческий календарь, например, или календарь времени правителей. То есть такой-то год правления, такого-то кесаря. И историки сейчас, которые занимаются сопоставлением дат правителей, они могут в большинстве случаев четко увязать. И сказать, что да, действительно, по нашему счету, по нашему летоисчислению, такой-то правитель, Юлий Цезарь, правил с такого-то времени по такой-то. И как раз с именем Юлия Цезаря связано установление юлианского календаря. В честь него он назван. Это в первом веке до Рождества Христова, по нашему счету. Когда старый древнеримский земледельческий как раз архаичный календарь решено было заменить ввиду его несовершенства. Это давно уже напрашивалось. Были злоупотребления, связанные с этим календарем. И реформируя жизнь в стране, как и всякий разумный правитель, Юлий Цезарь осуществил реформу календаря, который потом завершил один из его преемников, «Октавиан Август». И вот, собственно, в честь них июль месяц и августы в календаре сохранились. И юлианский календарь по сравнению с предыдущими версиями был очень хорош. И, тем не менее, там счет был, естественно, не от Рождества Христова, потому что Христос еще не пришел в мир. Но была система дней, месяцев, близкой к нашей, очень сейчас нынешней, принятой. После того, как Христос родился в мир, естественно, опять же, сразу не произошло перемены в летоисчислении от Рождества Христова. Нет. Потому что даже, хотя для христиан это было величайшим событием, по привычке все считали по годам правителей. Просто это, вот, скажем так, годы, вписанные уже в эту юлианскую систему. Более того, само событие Рождества Христова не праздновалось изначально христианами. Вообще никак. Рождество Христово не праздновалось, как праздник, как вот мы сейчас его празднуем. Праздновалась всегда Пасха, с первых дней существования Церкви. Воскресение Христово, величайшее событие. Отмечалось оно, правда, ввиду того, что Церкви жили в условиях гонения в первые века, дата празднования Пасхи в разных поместных церквях была отличной. И в разные дни праздновались. Как раз в числе важных вопросов на Первом Вселенском Соборе, в том числе, была полемика по поводу того, что давайте праздновать Пасху вместе. Все-таки мы христиане все вместе в одно время, важнейший для нас день. Но уже тогда, как раз в IV веке, зарождается традиция на Западе сначала праздновать Рождество Христово. Причем праздновать его не как отдельное, опять же, событие, а, как вы сказали, теофание, явление, да, явление Бога в человеческом мире, видимым образом. И поэтому праздновались одновременно и Рождество, и Крещение в один день. И, опять же, это имело корень в традиции, потому что ребенок родился человеческий, и вот его крестили сразу же. Не отмечали в древности день рождения христиане, как мы сейчас, а день Крещения. И поэтому никто не задавался датами рождения. Вот, даже для многих древних правителей неизвестно точно год рождения. Да, примерно указывают историки, что вот, наверное, вот примерно в это время, плюс-минус один год, например. Бывают точные данные, но не всегда. И так это было вплоть до позднего Средневековья. Многие даты рождения не определены, потому что это, как ни странно, не столь важное событие, потому что детская смертность высокая. Опять же, если в силу политических каких-то причин нужно было сдвинуть куда-то дату, да, или практических причин для простого народа, да, то есть призывной возраст, опять же, ближе к нашему времени. Да, это вплоть до 20 века у нас тоже все практиковалось. Вот. И поэтому дата, собственно, рождения в древности ей не придавалась такого значения. Сам факт рождения, вот, стал праздноваться. Рождение и крещение. Сначала на Западе. Церковь тогда была едина, хотя, конечно, географически была разделена. И сохранилась проповедь святителя Ана Златоуста, который уже в Византийской империи призывал христиан в царственного града Константинополя, а давайте, братья и сестры, будем праздновать Рождество Христово. Начнем мы праздновать его по примеру наших западных братьев. И эта проповедь сохранилась. И вот можно сказать, что с этого времени, со времени святителя Ана Златоустого, появляется эта традиция сначала появляется, а потом все более укореняется и на христианском Востоке. И поэтому традиция празднования Рождества Христова и крещения его, она начинается в общем и целом в церкви в третьем, четвертом, пятом веке. Вот к пятому веку уже закрепилась эта традиция. Но опять же летоисчисление не шло от Рождества Христова. Не было. Потребность о летоисчислении появилась чуть позднее. Дело в том, что христиане тоже вели какую-то свою хронологию. Откуда-то они исчисляли. Понятно, что по времени правителей, но важнейшей для христиан эпохи Вселенских Соборов была эра мучеников. Ее так и называли. Эра мучеников. То есть первого по третий век. Вот ее называли эра мучеников. И эра мучеников, она была связана в том числе с именем императора Диоклетиана. И получается, однажды христиане осознали, что они отсчитывают свой календарь от одного из сильнейших гонителей Диоклетиана. Надо что-то поменять. Это как-то нехорошо считать от него, от гонителя. И поэтому в VI веке один из епископов Рима, Папа Римский, поручил монаху, ученому города Рима, посчитать дату Рождества Христова. Потому что если уж менять, то на что-то действительно важное, эпохальное и значительное. А что может быть более значительное для христиан, чем рождение Спасителя мира? И поэтому этот монах, Дионисий Малый, аббат одного из монастырей, он вычислил дату Рождества, исходя из тех источников, которые у него были в тот момент на руках. Их было немного. Историческая наука, даже в наше время, оперирующая множеством документов, тем не менее, складывается в последние, можно сказать, 200 лет как следует. А до того она гораздо была менее точной, что говорить о VI веке. И поэтому источники, доступные для этого ученого монаха, они были крайне скудны. Он вычислил, исходя из Пасхалии, главного для нас праздника, потому что есть правила, зафиксированные в Евангелии, что Христос воскрес на следующий день после еврейской Пасхи. Там есть расчеты, в какие годы она происходила. И вот он вычислил и установил эту дату. Дату, которой мы сейчас пользуемся. Она не сразу была принята в западном мире. Только к IX веку было общеупотребительно. То есть даже при том папе римском, который дал поручение этому монаху, не стали сразу пользоваться. То есть эта идея должна была проникнуть в умы людей, что да, надо бы как-то менять. Менять и отчитывать не от Диоклетиана, а все-таки от Рождества Христова. И в конце концов эта дата была принята, и вот мы ей пользуемся. Ну вот замечательно. Более обстоятельного ответа, наверное, и не надо было бы и ждать. Вопрос тогда такой. Очень важно, очень часто задают, очень важно, наверное, понять, почему Христос приходит именно в это время. Вот в то время, в которое пришел. То есть часто задают этот вопрос, почему не раньше, почему не позже. Что такого уникального происходит вообще в мире, вот в то время, что именно в этот самый момент, в этот временной промежуток исполняются все пророчества ветхозаветные о Христе. Именно в этот момент исполняются все ожидания. Выходит на проповедь Иоанн Претечи, который говорит, что все уже Царствие Божие приблизилось. И действительно Христос в это время входит в мир людей и начинает проповедовать и так далее. Что уникального? Уникальное время именно в том, что люди готовы принять. Изначально история взаимоотношения Бога и человека такова, что Бог не заставляет. Призывает человека поступать по-доброму, но не заставляет. Сотворив Адама и Еву, он предлагает им путь праведности. Вот, они отступают по пути праведности. Он обещает им первое пророчество о Христе, собственно, произносится самим Богом. Когда прародители бегут из рая, то Бог их утешает, говоря, что один из ваших потомков вернет вам рай. Это было первое пророчество о пришествии Спасителя в мир. И поэтому вопрос, почему не раньше? Ведь Адам и Ева, как мы знаем, раскаялись. А со временем они осознали. Сразу не смогли, к сожалению, в рай исправить. Хотя Бог давал им такую возможность. Но со временем они раскаялись. Почему не сразу? Потому что люди, они не только Адам и Ева уже. К тому времени, как Адам и Ева осознали, они уже были не одни. У них были дети. Дети вели себя очень по-разному. Иногда ужасно и жестоко. И поэтому нельзя было говорить о большинстве человечества. Что большинство человечества ждет пришествия Бога в этом мире. И люди научились обходиться без Бога. Потомки Каина. Опять же, Бог не убивает Каина. Вообще, Богу не свойственно убивать. И поэтому он лишь говорит о том, что Каин должен понимать, насколько он поступил ужасно. Но ни Каин сам, ни его потомки не захотели приблизиться к Богу. Большинство человечества отвернулось. Более того, люди, верные Богу, остались в меньшинстве, происходит потоп. То есть, как раз как крайняя противоположность пришествия Бога в мир. То есть, люди настолько озлились в сердце своем, что не только приход Спасителя, Бога-человека, в мир стал невозможен. Но и сам человек, если бы он продолжал развиваться, человечество в целом, в том виде, в котором есть, все окончательно бы погибло. Еще до пришествия. Вот, происходит потоп. И семья Ноя получает обетование, что в дальнейшем, как бы, вот человеку один раз, опять же, показали человечеству, что не стоит допускать в себе нравственное падение. Это то, что приведет к погибели весь человеческий род. И дает возможность измениться. И люди с переменным успехом, то скатываясь снова в пропасть жестокости, человеческих жертвоприношений, скажем так, зацикленности на своем земном существовании, не устремляя себя к Богу, то поднимаясь, жаждая Бога. И вот эти периоды сменяли друг друга. Пока, наконец, действительно, в древнем обществе не созрела вот эта вот тяга, тяга к тому, чтобы Христос пришел в мир. Как это, в чем это выражалось, по мнению современных церковных и нецерковных историков? В том, что, во-первых, в самом иудейском народе Господь избрал этот народ, произрасти в буквальном смысле сам его от одного человека, от Авраама, от древнего праведника, для того, чтобы сохранялось знание истинного Бога. И здесь иудейский народ, который знал годы славы, величие и могущество при царе Давиде и царе Соломоне, и бывший в плену неоднократно, не просто потерял очередной раз свою независимость. Это происходило и раньше, но сумели как-то выбираться из этого. Павелонский плен, да, это все было в памяти одного-двух поколений. Но, тем не менее, приходит Римская империя. После множества побед и неудач приходит та империя, которая несокрушима с точки зрения иудеев. Ведь до пришествия Христа пытались неоднократно сбросить римское владычество. Но не получалось, потому что организация Римской империи была такова, что даже при слабых консулах, при слабых правителях, императорах, сама машина Римской империи не позволяла расползаться окраинам, восстанавливая их независимость. И в результате иудеи как никогда стали ждать спасения свыше, потому что поняли, что сами они не справляются. То есть запрос именно на спасителя, который придет и освободит их от рабства чужому народу, народу, который не знает истинного бога, народу, который является в своей жизни полной противоположностью иудейскому образу жизни, который верил в единого истинного бога. А здесь множество богов в римском паттеоне. И не гнушается включать божества покоренных народов. В общем, совершенно неприемлемый для иудеев образ жизни. И поэтому они стали ждать, потому что сами не могли. Усилились эти ожидания. И это не просто было жажда независимости. Это была еще и в том числе, не для всех, но для некоторых, жажда чистоты. Чистоты перед Богом. Почему стало возможным появление Девы Марии? Это ведь и ее нравственный выбор, чтобы жить без греха. Она могла грешить. Она родилась человеком склонным, как и все прочие, к тому, чтобы поддаться соблазну легче, чем удержаться от него. Но она все это в себе преодолела ради любви к Богу. Вот это здесь очень важно. То есть невозможно пришествие в мир Спасителя, не только потому, что все человечество в целом не готово, но еще и потому, что не находится ни одного смиренного, чистого сердца человека, который бы принял Бога. Не потому, что он заслужил это право, а просто из любви. И поэтому получается, что в самом Израиле, израильском народе, готовность как никогда высока. Ожидание Мессии. С другой стороны, это ведь Христос пришел не только для иудейского народа. Он пришел для всех. Сами иудеи об этом еще не знали. И поэтому, может быть, неправильно многие поняли слова Христа, когда он стал проповедовать. Но и в римском мире тоже был кризис идей. Помните, вот этот знаменитый вопрос Пилата? Что есть истина? Это был риторический вопрос, он не ждал ответа. Он знал из учений греческих философов, что объективную истину найти невозможно. Поэтому этот вопрос такой для него. Что есть истина? Разве ее возможно найти? Человек как бы фыркнул в ответ на слова Христа. Что ты говоришь? Разве можно найти истину? И тем не менее, ответив на вопрос, возможно ли истина, греческие философы сказали, нет, невозможно. Радости ведь этот ответ не приносит человеку. Успокоение, мира. И поэтому хотели бы, ты не найдешь. И разные философские школы, стойки, пикурейцы, как полюса друг для друга, и иные, которые находились между ними. Кризис философских идей породил именно то, что был уже невысказанный запрос. Люди не искали спасителя-мессию, но они искали того, чтобы даст покой, мир, радость их сердцу. А философия, ни одна из философских школ не могла дать такого успокоения для многих в Римской империи. И поэтому возможности сами Римской империи, материальные, физические, были огромны. Это, кстати, позволило то, что в рамках одного государства быстро распространяется христианство. Тоже как бы второстепенно, но, тем не менее, тоже важный вопрос. И этот аспект позволяет римские дороги, пути сообщения, то, что в самой империи мир, и это позволяет перемещаться людям на огромные расстояния, без опаски. Все это позволяет апостолам потом в дальнейшем пройти по огромной земле. Но самое главное — это внутренняя готовность людей. Даже если эту готовность они сами не осознавали. — Истинно так. Да. Ну вот мы, то есть, обсудили вот эту вот проблему осевого времени, как ее иногда формулируют историки. Действительно, вот именно эта точка, в которой как бы удивительным образом сошлось все. Поиски истины, некие чаяния, некие вопросы, до этого никогда не задававшиеся людьми по отношению и к небесам, и к жизни, и к самому себе вопроса о смысле жизни. Удивительно, да, что действительно небо отвечает на эти запросы. У нас совсем осталось мало времени до конца эфира. Я бы, наверное, на сегодня бы поставил бы точку вот в нашем разговоре. В следующий раз мы с вами встретимся и обсудим уже более такие сложные богословские вопросы. Вопросы о воплощении Спасителя, о Его мессианском служении, о том, зачем Он вообще приходит. И, естественно, о празднике Крещения, о его также богословском смысле. Сегодня я вас благодарю за очень содержательные ответы. Вас, дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю с праздником Рождества. Ну, в конце передачи еще раз напомню, что мы с отцом Дионисием встретимся еще раз для того, чтобы продолжить разговор об этом величайшем чуде. Некоторые из отцов говорят так, что в Евангелии на самом деле нет чудес. Одно единственное чудо, описывается в Евангелии, это то, как Господь сходит с неба на землю, сходит из вечности во время. Все остальное, исцеление прокаженных, исцеление бесноватых, являются вполне себе естественным следствием прихода в мир Бога. Вот об этом главнейшем чуде, о чуде Бога явления, мы с вами продолжим говорить в следующей нашей передаче. Храни вас Бог, с праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин